День добрый, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас пятница, 28 ноября. Последний торговый день в ноябре, и мы начинаем наш вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Начинаем с календаря событий. Сегодня в час дня у нас будет опубликован релиз из еврозоны, предварительные данные по инфляции за ноябрь. Ожидается небольшое сокращение по сравнению с предыдущим месяцем. Начинаем наш обзор с пары евро-доллара. Накануне мы говорили о том, что ожидаем снижение котировок пары евро-доллар, ожидаем исходящие динамики. Связано это с тем, что не удастся членам ОПЕК договориться на саммите в Вене о сокращении добычи. Саммит ОПЕК вчера у нас состоялся, открылся он в 2 часа дня по московскому времени, и вот уже около 6 вечера в 7 часу по московскому времени были опубликованы итоги. Решение, как и ожидалось, по сокращению не было принято. Мы с вами вчера об этом говорили. Все осталось на прежнем уровне. Некоторые страны выступили за сокращение. 8 участников ОПЕК выступили за сокращение. Такие небольшие страны, типа Эквадора, Нигерии и так далее. Которым как раз не выгоден низкий курс котировок, низкий курс нефти. Цены на нефть для них являются важными в бюджетной политике. И в этой связи, безусловно, им хочется, чтобы цены были повыше. Но будут основные силы. Это Саудовская Аравия и вообще весь Арабский мир, Объединенные Арабские Эмираты, Катар. Они выступили против и в итоге было принято решение все оставить на прежнем уровне. То есть добыча по-прежнему добывается в прежнем объеме. Там чуть более 30 миллионов баррелей в сутки. И вот на этом фоне мы вчера увидели массированные распродажи нефти. И нефти марки Brent и нефть марки WTI. Мы наблюдали сильное такое медвежье ралли. Порядка 7% котировки сходили вниз и по Brent и по WTI. По Brent мы сейчас вновь наблюдаем снижение котировок в текущем торговом дне. И текущая отметка по Brent у нас 71. И вот приближаемся к психологической отметке 70 долларов. Круглый уровень психологический. Если посмотреть в целом на динамику сырьевых рынков, то вчера у нас наблюдалось снижение по всем фронтам. И золото вчера снижалось, и серебро. Также промышленный металл находился под давлением, и платина. Иметь, в общем, и природный газ. То есть товарные активы находились под давлением. И в этой связи, безусловно, американская валюта пользовалась спросом. Вчера пара евро-доллар снижалась. Снижалась достаточно неплохо. Единственное, что вчера мы прогнозировали, что можно ожидать некоторого задерга наверх. Выше максимума среды 25-31. Мой расчет был связан с тем, что у нас участники лондонской сессии, то есть представители лондонских банков, начинают торги в 11-й ровно по Москве. И вот мои ожидания были связаны с тем, что трейдеры лондонских банков будут торговать на продажу на высоких уровнях, чем текущие котировки. Текущие котировки у нас были 25-10. В момент проведения нашего бинара 25-20. И вот я ожидал, что все-таки немного повыше будут продавать. Но, тем не менее, не стали они выше продавать. Сразу же с открытия лондонской сессии, если вы посмотрите на часовые свечки, пара евро-доллар, у нас лондонская сессия открывается в 10 ровно по терминальному времени. По времени терминала Меттрейдер 4. Так вот, сразу же без отката, без просадок. У нас сильная свеча медвежья, такая свеча красная вниз. Следующая свеча также свеча вниз. То есть не стали лондонские трейдеры торговать на более высоких уровнях. Решили продавать от текущих. И в итоге мы увидели движение вниз сразу же по паре евро-доллар. То есть, что мы вчера ожидали. То есть, тренд определили правильно. Единственное, что вот ожидали, все-таки движение повыше немного. И там запродать. Если бы такое случилось, можно было получить очень хорошую прибыль. Но вот, скажем так, реализация немножко нас подвела. То есть, сразу же пошли у нас продажи. Что касается дня текущего, этого текущего, который в 2,460. Сегодня у нас сейчас дня данные по инфляции в еврозоне. Я ожидаю выхода данных на уровне медианопрогнозов. Сокращение на 0,3% в годовом исчислении. Вчера у нас были опубликованы данные по инфляции. Предварительные релизы по инфляции в Испании и Германии. Как я и ожидал, в Германии вышли данные на уровне медианопрогнозов. В Испании показатели вышли чуть хуже ожидания участников рынка. То есть, по-прежнему негативные релизы к нам приходят в Испании. Там у нас дефляция. Достаточно такая устойчивая дефляция. Значение минус 0,4% в годовом исчислении. Там у нас дефляция уже наблюдается с июля текущего года. В общем, все крайне негативно в Испании. Германия еще держится. Тем не менее, инфляция осталась без изменений. 0,6% в годовом исчислении. В общем, все это по-прежнему негативно. Инфляционные ожидания снижаются. Что в еврозоне, допустим, в частности, так и во всем мире в целом. Если мы посмотрим на доходности облигаций, то они у нас снижаются абсолютно по всем фронтам. И доходности Великобритании, и облигации Гилты, и десятилетние, и немецкие банды, и американские трежерис. Потому что, безусловно, такие сильные колебания на энергоносителях, что на нефть, что на природном газе, безусловно, оказывают понижательное давление на инфляцию. И в этой связи мы видим рост котировок облигаций и снижение их доходностей. То есть спрос на облигации повышается, доходности падают. И сегодня, ожидая выходных на уровень миллиарных прогнозов, с учетом того, по инфляции в еврозоне, с учетом того, что у нас у доллара присутствует поддержка на фоне распродаж сырьевых активов, можно ожидать продолжения нисходящей движения тенденции по паре евро-доллар. В этой связи особо интересно посмотреть на динамику индекса долларовой корзины USDX. В ваших торговых терминалах он называется данный символ DXY. Так вот, у нас вчера была такая свечка бычья хорошая, причем она по свечному анализу. Вот если вы посмотрите, допустим, на дневные свечки индекс долларовой корзины, то это можно классифицировать как бычье поглощение. У нас три дня были медвежьи свечки подряд. Свечка в среду была медвежья, в четверг вчера бычья, тело ее перекрыло, тело предыдущей свечи. И получается у нас модель бычье поглощение. То есть это сигнал по свечному анализу на покупку доллара. То есть доллар будет усиливаться против своих основных конкурентов. Также если посмотреть, допустим, на уровень Fibonacci коррекционный от пика понедельника, 24 ноября, 88.44, у нас максимум текущей недели. И если мы построим уровень Fibonacci от 88.43, даже это получается у нас, нет, 44, все верно, до минимума среды, то у нас получается как раз сейчас мы находимся на уровне 61,8% Fibonacci. То есть как раз находимся на последнем коррекционном уровне, после преодоления которого уже не стоит говорить о нисходящей динамике краткосрочной, а уже о переломе тенденции и тенденции у нас наверх. То есть модель бычье поглощение указывает наверх. Сейчас мы находимся на самом последнем коррекционном уровне, краткосрочном на текущей торговой неделе. И вот как мы по индексу доллар достигнем отметки 88.20, 88.21, можно будет говорить о том, что с большей долей вероятностью мы согласно правилам технического анализа, мы сейчас немного поговорим о теханализе. На наших вебинарах мы только о фундаменте говорим, но также и о теханализе. Поскольку теханализом я тоже занимался много лет, достаточно хорошо его знаю, сейчас немного поговорим о теханализе. Так вот, сигналы по индексу долларовой корзины, сигналы теханализа нам показывают наверх. И свечной анализ, и вычье поглощение, и также, если смотреть по Fibonacci, то есть отметка 88.20 по индексу долларовой корзины нам открывает путь на уже достижение отметки 88.50. Вот в эту область можно ожидать роста. Сильное сопротивление по индексу доллара, это максимум 2010 года, отметка 88.70. То есть теханализ нам показывает наверх, как мы видим, фундамент также нам показывает наверх. О фундаменте мы говорили чуть ранее. То есть два фактора указывают на наличие восходящей тенденции, то есть комплексный подход показывает, что американская валюта чувствует себя вполне комфортно, и можно ожидать продолжения восходящей динамики по доллару. Как раз именно в такие моменты, когда у нас есть сильные комплексные сигналы, то есть и фундамент, и техника пока ослабленное направление, это очень хороший сигнал. Конечно, не стопроцентный, ничего стопроцентного у нас на рынке Форекс не бывает. Кто вам говорит о том, что если, допустим, у него есть стопроцентный сигнал, значит, это просто обычное вранье. Никаких стопроцентных сигналов нет, никто ничего стопроцентов не знает. Но, тем не менее, сигналы очень хорошие, очень качественные. Допустим, там можно определить потенциал реализации как процентов 80-90. Безусловно, не 100, но, тем не менее, очень высокая вероятность. И, тем самым, нам необходимо следовать по этому тренду. То есть, тренд у нас наверх по доллару, значит, вниз по паре евро-доллар. Текущая котировка 26-24-60, где можно шортить. В этой связи, на мой взгляд, можно шортить чуть выше текущего внутреннего максимума. Он у нас расположен на отметке 1,2467. То есть, я бы первый шорт разместил, допустим, на отметке 1,2475. И второй шорт на отметке 1,25 ровно. Где у нас находится на сегодня ближайший уровень сопротивления. Второй уровень сопротивления 25-31. Но, на мой взгляд, туда мы сегодня, наверное, не пойдем. И можем подрасти, на мой взгляд, не более чем 25 ровно по паре евро-доллар. И фиксировать прибыль уже в области 24-й фигуры. Возможно, сегодня и чуть ниже сходим. Но, на мой взгляд, лучше не жадничать. Допустим, если зашортить на 24,75 и зафиксировать прибыль на 24 ровно. 75 пунктов прибыли. Профит для внутреннего трейдера. Для этого вполне хороший результат. То есть, размещаем две продажи 24,75 и 25 ровно по паре евро-доллар. И тейк профит на 24 ровно у нас в области 24-й фигуры. Расположен уровень поддержки 23,94. И вот можно ожидать снижения в эту область. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар. Я на них с удовольствием отвечу. Если вопросов нет или не появится, обязательно их задавайте. Не стесняйтесь ни в коем случае. Ну, а мы пока перейдем к обзору пары фунт-доллар. Вчера мы также говорили, что ожидаем снижение пары фунт-доллар и евро-доллар. Фунт-доллар. Единственное, что, как и по аналогии с парой евро-доллар, я ожидал, что немного повыше будут продавать именно трейдеры лондонских банков. Но все-таки, как и в паре евро-доллар, здесь трейдеры решили сразу же продавать. То есть не ждать движения наверх. Не было заявок наверху, поэтому маркетмейкеры не прокатировали рынок наверх. А сразу же у нас котировки посыпались вниз. Тренд у нас вчера был нисходящий. Мы его определили. И в итоге вчера мы скатились вниз по паре фунт-доллар. Проговорили мы о том, что облигации Великобритании опустились ниже отметки 2%. Это медвежий сигнал. Плюс статистика негативная. По Великобритании было снижение объема инвестиций. То есть бизнес сокращает свои инвестиции. Представители бизнеса на Туманном Альбионе. Они как раз это делают в ожидании стагнации или замедления темпов экономического роста. В общем, негативно у нас все. Не совсем все негативно. Но в целом негативные такие ожидания по Великобритании. В Штатах ожидания умеренно позитивные. И в этой связи тот рост, который мы наблюдали во вторник и среду по паре фунт-доллар, получается у нас такой дисбаланс. То есть пара фунт-доллар с фундаментальной точки зрения должна была находиться на уровнях пониже, чем те уровни, которые мы наблюдали вчера в первой половине дня. То есть отметка 57, я говорил вчера, достижение этого уровня. И тем не менее, скажем так, мы находились повыше. Я сказал, что пара фунт-доллар является переоцененной с фундаментальной точки зрения. И в этой связи ожидаем движение вниз. То есть все факторы указывают на движение вниз. И мы вчера сходили вниз, достаточно бодренько так. И текущая котировка уже у нас 57,09. Сегодня у нас минимум дня 57,04. Что касается дня текущего, сегодня у нас не ожидается интересных новостей. Ни из Великобритании, ни из Штатов. В Штатов, в принципе, сегодня день рабочий. Но в целом получается сегодня выходной, потому что вчера отмечался праздник, день благодарения. И многие участники рынка ушли на длительные выходные. То есть они вернутся у нас на работу уже в понедельник, 1 декабря. Сегодня многие отдыхают, поэтому, скажем так, статистики у нас сегодня никакой интересной нет. Единственное, что сегодня у нас рано утром был опубликован релиз по индикатору потребительской уверенности от GFK. И он показал снижение. Опросы потребительской уверенности показали на снижение самой этой уверенности в ноябре. И в целом получается у нас еще один негативный релиз из Великобритании. К тем релизам, которые были опубликованы и во вторник, и в среду. В этой связи, с учетом негатива по Великобритании, с учетом низких доходностей по облигациям Великобритании, с учетом позитивной статистики из Штатов, а также с учетом спроса на доллары на фоне распродаж сырьевых активов, в общем, все факторы, если сложить воедино, получается у нас тренд вниз по паре фунт-доллар на текущий торговый день. И в этой связи можно также шортить пару фунт-доллар. У нас текущая котировка уже 5702, начала пара фунт-доллар снижаться. И, допустим, можно одну продажу разместить на текущих отметках 5702, 5703. И вторую продажу разместить чуть выше первого уровня сопротивления, 57.34, то есть первая продажа, допустим, 5703, 5705, и вторая продажа 57.40. И фиксировать прибыль на отметке 1.5660, 56.50. Вот в этой области я ожидаю сегодня некоторой остановки по паре фунт-доллар, некоторой консолидации. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллар, и я на них с удовольствием отвечу. Так, где лучше поставить стоп по евро? Александр, большое спасибо за вопрос. Что касается стопа по евро, поскольку мы определили две продажи 24.75-25 ровно, то стоп, на мой личный взгляд, лучше разместить, вот вернемся к паре евро-доллар, к слайду. У нас уровень сопротивления 25.31, вот на 25.40 я бы разместил стоп-лосс за чуть выше этого уровня сопротивления на текущий торговый день. 25.40-25.45, вот здесь можно разместить стоп-лосс. Так, Александр рассказал, что в районе 24 оптимальный стоп. Нет, Виталий, вы знаете, я вижу не оптимальный стоп, вы неправильно меня поняли. В районе 24 я вижу, где можно зафиксировать прибыль по позиции сел. То есть там можно поставить тейк-профит, а не стоп-лосс. Стоп-лосс можно поставить на отметке 25.40-25.45. Да, тейк-профит, все верно. Так, доходности облигаций по Германии, Англии и США смотреть во время торгов на соответствующих фондовых биржах с 10 ровно. Николай, что касается доходности по Штатам, они торгуются, не скажу, что круглосуточно, но большую часть торгового дня. То есть они начинают торговаться рано в Азии, поэтому здесь данные поступают гораздо раньше, чем торги на фондовом рынке в Нью-Йорке в 17-30 штатах. Что касается Англии и Германии, то здесь совпадают сессии на облигационном рынке с сессией открытия на фондовой площадке, то есть на бирже в Лондоне и во Франкфурте. Это Германия и Англия, соответственно. То есть доходности по облигациям, первые котировки, не доходности, а котировки облигаций, естественно, на уровне доходности поступают по Германии в 10 ровно, по Москве, по Великобритании в 11 ровно, по Москве. Это открытие облигационной сессии в Штатах, там открывается сессия еще в Азию, я сейчас точно времени скажу, просто сейчас на память уже не помню. Ну, то есть там уже в Азию тоже котировки облигаций есть и, соответственно, уровень доходности также есть. Так, Александр, извините, повторите про фонд вкратце. Так, Ярослав, без проблем, то есть ожидаем снижение котировок пары фунт-доллар. Можно продавать от уровня 57 и также 57.40 и ждать достижения отметки 56.50 на текущий торговый день. Возможно, даже сходим по второму уровню поддержки 56.25. То есть вот в эту область ожидаю снижение 56.50-56.25. То есть США круглые сутки, Европа... Николай, там есть некоторый перерыв после завершения американской сессии торговой, там в полночь по Москве, в 12 ночи, и там есть некоторый перерыв, там 2-3 часа. Я точно сейчас просто не помню на память, это надо посмотреть, просто, допустим, я вам скажу, там перерыв час, а перерыв два часа на самом деле. Чтобы не вводить вас в заблуждение, я посмотрю поточнее, во сколько открываются торги по московскому времени, и уже в понедельник я вам об этом сообщу. Просто сейчас на память не помню, там небольшой перерыв есть на клиринг, то есть там буквально час, два, вот, или три даже, но вроде не более трех. Я просто на память сейчас не помню. Так, розничная продажа Германии в плюс, а Франции, так, а Франции цены производителей, розницы в минус, Франция сыграет как-нибудь на котировке. Андрей, уточните, пожалуйста, на какие котировки, если имеется в виду пары евро-доллар, то вы знаете, сегодня, с одной стороны, данные, они интересные, да, 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 то есть розничные продажи, безусловно, они хорошие сегодня вышли, лучшие миллионы прогнозов, и вроде бы это неплохо. Но с другой стороны, понимаете, сейчас необходимо понимать, скажем так, что у нас во главе угла. То есть розничные продажи Германии, с одной стороны, безусловно, имеют определенные значения для немецкой экономики в целом, для Германии в целом, и европейской экономики в частности. С одной стороны, с другой стороны, сейчас у нас на повестке угла инфляционные ожидания, они снижаются, во-первых, во-вторых, они снижаются на фоне решения ОПЕК, то есть изначально базовый сценарий, допустим, в конце минувшей недели был, что ОПЕК пойдет на сокращение добычи нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Вот даже, допустим, читая вчера пресс-релиз Deutsche Bank, экономического отдела, они до конца надеялись, до последнего, что ОПЕК пойдет на сокращение этой добычи. Просто так вот прочитал этот релиз, и все-таки вот некоторые участники все-таки до последнего надеялись, но мы вчера с вами говорили о том, что не стоит этого ожидать, потому что вот такие у нас противоречия получились перед саммитом ОПЕК, о них мы вчера более подробно говорили, сегодня останавливаться на этом не будем. Поэтому, скажем так, для некоторых участников все равно это стало таким неприятным сюрпризом, все-таки не все ожидали, что будет принято решение без изменений, некоторые ожидали, что будут изменения, и в этой связи вот мы увидели снижение котировок нефти. Также вот вчера читал некоторые мнения, уже поздно вечером, что некоторые, допустим, экономисты ожидали, что данное решение ОПЕК, вот оставить добычу нефти без изменений, уже заложено в котировки, и мы увидим закрытие шартов и резкий рост наверх. Но вчера мы с вами говорили о том, что шартов закрываться не будут, наоборот, давление будет усиливаться. То есть были вот такие ожидания, что вроде бы нефть пойдет вверх, нефть пошла в итоге вниз, очень сильно вниз, и сейчас, безусловно, это во главе и угла, все остальные события уже на второй план отходят, и, допустим, релиз по розничной продаже в Германии, он на втором плане, поэтому сейчас на первом плане инфляция в еврозоне в час дня, и вот это снижение цены энергоносителя. Поэтому данный релиз, он уже не актуален. Вот если бы, допустим, у нас не было ОПЕК вчера, не было бы сегодня данных по инфляции, то, безусловно, этот релиз бы отыграли по розничным продажам. Но поскольку у нас более важные события, поэтому, скажем так, это все уже на втором плане, на это внимание обращать не стоит. Поэтому здесь вот фундаментальный анализ, он и чем, скажем так, особенен. Есть у него особенности, и, скажем так, много фундаментальных факторов, да, вот у нас сегодня там и розничные продажи в Германии, и в Штатах, и во Франции, и статистика, и вот в целом по еврозоне. И здесь необходимо проводить фильтр, то есть установить для себя фильтр в голове, скажем так, условный фильтр, то есть необходимо фильтровать данные на более важные и менее важные в текущих событиях. То есть вот что на текущий день более важно, например, важны ли данные по розничным продажам в Германии для сегодняшнего рынка или нет. То есть здесь, помимо того, что просто смотреть за данными, необходимо еще в текущих условиях, скажем так, ранжировать по степени важности, что более важно, что менее важно. Ритейл сектор в Германии на сегодня менее важны данные. Поэтому здесь данный релиз не в фокусе трейдеров. Так, Александр, извините, можете сказать о паре доллар канадский доллар. Вы знаете, Ярослав, ничего не могу сказать и практически не слежу за данной валютной парой, потому что в целом особо никогда я не торговал. Может быть, в своей жизни я вот трейдер с 2007 года, получается там 7 или даже 8, наверное, год уже идет, если так посчитать. Я, наверное, в свою жизнь один раз всего торговал вот этой валютной парой или, может быть, два раза в самый первый месяц своего трейдерства, поэтому не слежу. Но, безусловно, под давлением, потому что канадский доллар сырьевая валюта и давление нефти марки WTI. На канадский доллар оказывает давление нефть марки WTI. То есть, смотрите, не на бренд, а на WTI, поэтому WTI там тоже под сильным давлением. И в этой связи, безусловно, давление и на канадскую валюту будет. Но, с другой стороны, возможно, там уже валюта сильно упала, поэтому можно коррекция. Я просто не смотрел, даже не знаю, какая сейчас котировка данной валютной пары, поэтому ничего вам в целом сказать не могу по данной валюте. Я, скажем так, за 7 лет за ней смотрел, может быть, пару раз всего в жизни. Перейдем к обзору пары доллар-японская иена. Сегодня много макростатистики у нас было из страны восходящего солнца. Безусловно, в центре внимания был релиз по инфляции, по CPI. Инфляция снизилась у нас по сравнению с предыдущим месяцем. 2,9 годовом исчислении. Также были данные по розничным продажам. В Японии также показатель вышел в негативной области, хуже медиана прогнозов. Действительно, что порадовали данные по промышленному производству. Первая оценка, предварительные данные. Данные показали прирост, хотя участники рынка, экономисты инвестбанков с Уолл-стрита ожидали сокращения. Такой смешанный фон. Два релиза в минус ушли, один в плюс. И на этом фоне, поскольку у нас все же большинство релизов ушло в минус, то мы увидели ослабление японской валюты. Вчера мы говорили о том, что ожидаем боковика по паре доллар-иена, ожидаем снижение в области уровня поддержки 117.05, затем некоторого роста во второй половине дня. Как раз на фоне распродаж на рынке нефти и в связи с этим усиление спроса на американскую валюту. В первой половине дня у нас котировки сходили 117.23, то есть мы ожидали 117.05, 117.00, то есть немного не дошли до этого уровня и пошли вверх. И вот текущая котировка 118.21. Сегодня я в целом ожидаю боковика. Боковик между уровнями поддержки 117.94 и уровнем сопротивления 118.58. То есть на мой взгляд сегодня пара доллар-иена сильно особо вниз не уйдет, потому что все благоприятно для американского доллара. Индекс доллара показывает рост, восходящую динамику, энергоносители снижаются. Это позитив для доллара. Сегодня новостей из Штатов важных нет. Во второй половине дня ликвидность будет ниже на рынке Форекс, потому что не все участники американские вернутся на работу. Поэтому сегодня пара доллар-иена сильно не упадет, но и также на мой взгляд сегодня сильно не вырастет, потому что несмотря на то, что вроде бы у доллара есть определенная поддержка, монетарный регулятор на этой неделе нам сообщил о том, что он начинает внимательно следить за девальвацией иены, за процессом девальвации, поскольку девальвация оказывает негативное влияние на расходы на хозяйство. И вот уже мы видим, что розничные продажи сегодня показали снижение. Как раз именно в том числе процесс девальвации также оказывает негативное влияние и на розничные продажи, потому что это также компонент расходов в домохозяйстве. И в этой связи особо сильно пара долген также не вырастет, поэтому ожидаю сегодня боковик. Возможно, такой умеренно восходящий боковик, поскольку все-таки тренд по доллару сильный, поэтому некоторую поддержку доллар, безусловно, получит. И в этой связи вот такой умеренно восходящий боковик, то есть в течение дня умеренный рост американской валюты. Уровни поддержки 117.94, 117.35, уровни сопротивления 118.58, 118.98. То есть если, допустим, резюмировать наш сегодняшний вебинар, то по паре евро-доллар-фунт-доллар ожидаю более сильных сигналов вниз на шорт, то есть на усиление доллара, а по паре на доллар-иене менее сильный сигнал вверх, то есть на усиление доллара сигнал менее сильный, ожидаю в целом больше боковик вот такой. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Я вижу, вопросы поступили, я на них сейчас обязательно отвечу. Александр, по канадске доллар-иена сегодня выйдут хорошие данные по ОВП, поэтому будет рост. Вы знаете, Альберт, я уже говорил, что смотрю канадский доллар, тем более к иене, поэтому ничего не могу сказать, тем более сегодня мы рассматриваем пару евро-доллар, фунт доллар-доллар-иена, скажем так, в нашем расписании, в нашем меню в кавычках нету данного инструмента, как канадский доллар-доллар-иена, поэтому сегодня мы о нем не говорим. А если открыта покупка 117.80, где лучше закрыть? Александр, большое спасибо за вопрос. Где лучше закрыть? Я бы половину прибыли сейчас пофиксировал, вот половину именно прибыли, допустим. Стоп-лосс перевел без убыток, текущая котировка 118.22. Стоп-лосс без убыток и остальную часть прибыли я бы пофиксировал на уровне сопротивления, 118.58, то есть 118.58, 118.60, вот в этой области можно вторую прибыль пофиксировать. И по золоту на 30 ноября по референдуму. Альберт, у нас референдум по золоту 30 ноября, уточните, пожалуйста, я просто что-то не слышал, никаких референдумов по золоту. Уточните, пожалуйста, что о чем вы говорите. Итак, что у нас по золоту на 30 ноября? 30 ноября у нас воскресенье. Какие у нас референдумы? То есть референдумы же, вот честно говоря, я этого не слышал, поэтому ничего не могу вам сказать. Пока просто не слышал никаких вот этих новостей, поэтому что касается по золоту, на будущую неделю, допустим, прогноз появится обязательно в понедельник, 1 декабря, поэтому обязательно уточню там, что за референдумы, что у нас там в Швейцарии будет проводиться. И обязательно напишу об этом, если действительно это событие будет происходить. Так, референдум по запасам золота, прямо так он называется, референдум по запасам, просто как-то вроде бы не такое, скажем, политкорректное название, референдум по запасам золота, Национальный банк Швейцарии, наверное, это все-таки не референдум, имеется в виду, просто ввели меня в небольшое заблуждение, золото-валютные резервы, ну да, решение по золото-валютным резервам, но это все-таки не референдум, поэтому, скажем так, я и не понял, о чем вопрос, потому что референдум, допустим, там по каким-то вопросам политическим, обычно проводится. А у нас тут референдум по золоту. Вот я и не понял, о чем речь. Безусловно, обязательно посмотрю, что там происходит в Швейцарии. И уже в понедельник, 1 декабря, опубликую обзор на нашем сайте в разделе «Аналитика фреш-прогноз». Сейчас по золоту мое мнение негативное. То есть, в целом, ожидаю снижения на ближайшее время котировок золота. 1160 у меня стоит. Ближайшая цель по золоту. Так, евро-доллар только что упал за 15 минут 26 пунктов вниз. Александр, как вы прокомментируете такое сильное движение вниз? Илья, ну как я его могу прокомментировать, если я уже комментировал, что мы ожидаем сегодня движение вниз по паре евро-доллар и достижение отметки 24 фигура. То есть, я уже прокомментировал, что здесь еще могу прокомментировать, но больше ничего я прокомментировать не могу. То есть, он все прокомментировал, что можно. То есть, цель обозначил 26 фигура, поэтому ничего больше нового сказать не могу. Уважаемые коллеги, на будущей неделе мы проведем, как обычно, вебинары с понедельника по пятницу в 10.30 по московскому времени. Вебинары ежедневно обзора валютного рынка. Также на будущей неделе во вторник мы проведем вебинар по инвестиционной идее. Новые инвестиционные идеи у нас на горизонте будет. И вот мы поговорим о ней во вторник, 2 декабря в 5 вечера. Вот такой небольшой анонс, приглашаю всех желающих принять участие. И также поговорим о техническом анализе в четверг. То есть, как вы видите, мы в нашей компании FreshForex, я провожу для вас самые разнообразные вебинары на различные темы, различные аспекты мы освещаем, деятельности биржевой торговли, то есть фундаментальный анализ и технический анализ. Вот, допустим, вчера мы говорили о торговле на ГЭПах. На будущей неделе поговорим уже об инвестиционной идее, именно готовые торговые решения, то есть, что, допустим, можно купить или продать, где открыть позицию, где закрыть позицию, почему это необходимо сделать. Поговорим о фундаментальной технической стороне данной инвестиционной идеи и примем готовые торговые решения. То есть, уже готовое такое торговое решение будет во вторник, то есть, именно такой практический вебинар, а в четверг поговорим уже о теханализе, то есть рассмотрим осцилляторы. Популярные такие осцилляторы, там RSI, STU, HISTRIC, MACD и так далее, тому подобное. Много осцилляторов у нас. И рассмотрим все преимущества и недостатки данных осцилляторов, когда же осцилляторы хорошо работают, а когда они работают плохо, то есть когда осцилляторы лучше использовать, а когда их лучше не использовать. Какие периоды времени, скажем так, можно получить стопы большие по осцилляторам. Вот об этих всех вопросах мы поговорим в четверг, на будущей неделе, 4 декабря. На каком инструменте? Борис, уточните пожалуйста, что имеется в виду, на каком инструменте? Мы поговорим об осцилляторах, на каком инструменте? Да мы рассмотрим основные валютные пары. В целом осцилляторы работают одинаково на всех инструментах. Мы поговорим не о том, именно какой инструмент, а инвестпроект, но здесь уже небольшой сюрприз, то есть не забегайте вперед. У нас декабрь, приближается Новый год, поэтому небольшой сюрприз я для вас приготовил такой предновогодний. Конечно, Новый год еще долго, целый месяц, но скажем так, есть хорошая идея, высокий шанс на отработку именно в декабре, поэтому вот во вторник мы об этом поговорим. Если вам это интересно, Борис, во вторник в 5 вечера приглашаю вас на этот вебинар, и там мы уже все подробно поговорим. Поэтому сейчас ничего говорить не буду, но пускай это останется тайной, скажем так. Небольшой сюрпризик. Так, будем ждать. Да, уважаемые коллеги, будем ждать во вторник, 2 декабря в 5 вечера. Уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, большое всем спасибо за внимание, желаю всем успешной торговли, также желаю всем приятных выходных. У нас выходные уже стартуют, суббота, воскресенье, и также в понедельник начинается у нас декабрь, первый зимний месяц, с чем также всех поздравляю, зима наступает. И в понедельник жду вас на нашем вебинаре в 10.30 по Москве, ежедневный обзор валютного рынка. Продолжение следует...